что ребят всем привет за эти два дня было столько мне сообщений и дискуссий по поводу моего последнего ролика по правилам охоты на весну про лисицу проход там со скоротка и т.д. и т.п. да давайте разберемся так для начала я вот смотрите ребят это манки продукт компании манков все их знаете эту деть не буду вы увидите охоту с ними у меня коля друг мы будет с ними охотиться и снимать видео из подсадной и без подсадной на гуся всем кто хочет приобрести манки компании манков по промокоду олег 15 вы получите скидку 15 процентов на продукцию компании манков на их официальном сайте вот это очень хорошая скидка ребята уже брали мне скидывали это 1 2 я хочу вам уточнить по купонам которые я вам говорил на продукт с компании риммингтон уже штук 5 я отдал осталось у меня еще их штук 10 вот на эти купоны от минимальной цены которого с карты есть охот актива можно получить еще скидку и не только на костюм ночной койот да но допустим ботинки shadow track оболтанные ботинки любые вещи продукт с компании риммингтон на патроны на оружие на рыболовные снасти скидок можно получить огромное количество купонов всего еще действия не осталось так что пишите помогу и в сообщении объясню что здесь не засорять эфир я расскажу вот поехали давайте начнем с самого начала самого первого не то что во первых во первых я хочу сказать что я никого не заставляю охотиться на лисицу и ходить там с расчехленным оружием по угодием это запомните я говорил про лису дабы уберечь вас от возможного протокола если по ошибке случайно вы не зачехлились чтобы лисица была у вас обязательно вписана чтобы хоть как-то попробовать себя защитить да это во первых во вторых я не считаю нужным вообще лису стрелять весной у нее есть маленькие детки это просто не гуманно некрасиво да она пошла там добывать еду у нее там лисята в норе вы ее хлоп завалили для этого есть осень зима вот это второе третье начинаем разбираться я писал комментариях что упустил про оружие вне сроки охоты вот по новым правилам к охоте приравнивается нахождение в угодье с оружием абсолютно пофигу защихленное расчехленное находитесь вы в угодьях с оружием это приравнивается к охоте то есть у нас с вами по факту украли один день охоты это украл не на авторатский комитет не воронежский департамент не какой-то это мин природы когда издавала закон может быть они как-то там ошиблись может быть случайно что-то не дописали не уточнили там как то да но факт остается фактор если сегодня открытие охоты вы приехали вчера вечером компании до сели посидели вам подъезжает охота инспектор и у вас у всех оружие в машине зачихленные все как положено вы не браконьеры все супер есть большая вероятность того что вам выпишут протокол это очень большая вероятность этот протокол будет не 500 рублей это будет нахождение в охоту годик и охота вне сроки охота вне сроки лишения ружья на два года это нужно знать всем это первое про это я обещал сказать пожалуйста не поленитесь да почитайте сами правила новые откройте это пункт 4 новых правил там черным по белому написано к охоте приравнивается понимаете второе что хотел сказать транспортировка дичь это тоже очень немаловажный факт да там два правила первое что до того как вы начнете потрошить допустим начинается селье охоты гуся или селезня утки потрошить щипать перья кишки вытаскивать вы обязаны сразу вписать его в добытую дичь то есть добыли одного гуся начали потрошить писали второе вот уловите разницу да если вы его транспортируете что такое транспортировка вы стрянули он упал вы за ним побежали подняли его транспортируете к шалашу если в вашем разрешении вписано более одной особи в день вот запомните да допустим нас в балашове саратской области в день гуся можно будет добывать 3 штуки да в воронежской области мы путевку взяли там в день может быть 5 штук то есть более одной единицы в день вы не обязаны отмечать гуся понимаете то есть когда вы его донесли до лагеря и в лагере вы его потрошите вот здесь вы уже обязаны его отметить если вы его просто переносите несете к скоротку и у вас их пусть будет 5 до норма в день 5 вы не обязаны его отвечать если уже шестой пошел перебор да ну тут уже как говорится тоже протокол да но факт том что если вам пытается вменить то что вы транспортируете не отметив из-за этого нарушения правил охоты опять же там можете прям себе скриншот сделать телефон распечатать что транспортировка если более одной единицы в день записано у вас в разрешении вы не обязаны отмечать это что касается транспортировки дичи 3 по поводу лисицы да там прописано что охота на лисицу разрешена вот лично нашим параметр саратской области сроки охоты на пушных животных пункт 3 и на пернатых животных пункт 6 на пернатую птицу в эти в любые в эти сроки вы пишете заявление и получаете лисицу как мне многие спорили со мной охота с подхода запрещена не охотьтесь нет ну там это слишком такое знаете размытое понятие мы будем разбираться я буду давать запрос мин природы обещаю что к следующей весне мы разберемся мин природы дает очень долго ответ порядке месяца мы также дадим запрос и по сурку возможно ли брать не 10 дней подряд да а всего 10 дней охоты на протяжении этих двух месяцев то есть допустим там по 2 дней по два дня охоты в неделю до суббота с суббота с суббота воскресенье вот возможно ли это правилами насколько я понимаю не запрещено устный ответ комитета было что запрещено письменного я не писал не подавал мне было неинтересно мы разберемся также по копытным животным это все чуть попозже то есть там много есть нюансов и по жеребьевки по всему прочему это мы все разберемся так что я упустил параметрами охоты подписано 2 подсадных саратовской области не по всей россии это наши саратовской области 1 подсадная 2 охотник это у нас параметры подписано я считаю что это правильно то есть не будет такого что у вас там 20 человек с одной пацаной вы все сидите там утка стреляете так это есть еще один вопрос это приобретение путевок вот это очень важно и сейчас никто не перемотал и смотрите меня да есть такой канал охота наше все обалденный канал он там разбирает все свои какие-то случаи там в аркане что по всей россии т.д. и т.п. вот последнее видео он загрузил что он оплатил три путевки да там вачный селезень с пацаной и гусь три платежки сделал себя в сковской области и это не только в сковской области это будет их тамбовская и везде ребята нужно разбираться в законах нужно разбираться какие права мы имеем не зная прав своих ты можешь добровольно оплачивать три путевки ты можешь отдельно оплатить лицензию там путевку на лисицу отдельно оплатить на андатору отдельно оплатить на зайца тебе никто не запретит но важное правило 379 приказ пункт по моему 17.2 то есть нужно я уже чуть немножко подзабыл но 379 приказ это параметры там разрешение выдачи и там есть пункт почему вам могут отказать сейчас я говорю только про общедоступные охоту годе вот и единственным отказом вам может быть если в вашем заявлении на выдачу у вас разные места охоты места охоты и разные сроки если у вас место охоты одно к примеру допустим сковской области тоже возьмем да если место охоты какой-то один определенный район псковской области то сроки охоты даже не разделены у вас вальшный поддельно селезнь отдельно гусь отдельно пишется в одно заявление и выдаются по одной платежке 150 рублей очень жалко да что ну вот так вот человеку кто очень много подписчиков просто оплатил и вынес эту информацию всем людям в долбил им в голову что ребята теперь платим дороже нет мы не будем платить дороже мы будем платить соответствии с законом да и то что мы имеем право мы будем этим правом пользоваться я очень рад что наш комитет это услышал принял и убрал нам третью путевку отдельно на селезнь а сделал все как было раньше все как должно быть правильно вот я конечно попытаюсь их попросить чтобы они нам дали официальный комментарий по лисице но я думаю что этого сделать никто не будет потому что каждый за свое место переживает и малейшее неправильное додесение до охотников ну повлияет на какие-то там перестановки вот следующий вопрос что еще я хотел сказать по правилам сказал по лисице сказал опять же я никого не заставляю ходить стрелять лесу но для безопасности свои вписывайте пусть она у вас будет потому что есть запрет на охоту весной с подружейными с обычными с облевыми собаками на охоту а подружение используется только для добора и поиска биты дичи по пернатой дичи весной на запрет использованный собак весной на лисицу нет такого запрета откройте любые правила посчитать такого запрета нет так что еще хотел сказать ну вот наверное все если будут какие-то нововведения так еще вот параметры охоты который подписал наш комитет да я их посмотрел губернатор еще не подписал там черным по белому написано охота на гуся проводится и сели нютки проводится с укрытия с укрытия хотели тем самым обезопасить от тех кто охотится посадках стоит там на перелетах стреляет но были но мы пишем укрытие но елки-палки напишите вы искусственное укрытие никаких вопросов ни у кого не будет понимаете а когда пишется просто укрытие я сел под деревом я уже в укрытие все тут уже ну ты никак не докопаешь вот это тоже немножко обидно что просто все это было в торопях принималось и поэтому я считаю что это упущение не думаю что в следующей весне это все поправится все поправится надеюсь лучшую сторону охота будет удачи нам удовольствие все подпишитесь на канал поделись видео всем ни пух ни пера увидимся на охотах и манки все и костюмы и все прочее что у нас есть мы все вам покажем на охота сейчас нам едет маскировка от макс хантера на весеннюю охоту я вам тоже покажу посмотрите так что все всем ни пух ни пера